всем привет сегодня я в жека парк столиц и это вторая часть нашего обзора которая будет с жителями то есть это интервью с теми кто купил здесь квартиру и так уж получилось что эти самые жители мои друзья и знакомые поэтому ну конечно же я их в первую очередь сюда и затащил чтобы они со всей честностью и открытостью рассказали про то как здесь обстоят дела правда они еще здесь не живут только собираются делать ремонт но тем не менее друзья представляю вам второго моего гостя это лазарес точнее я его гость у него здесь в его квартире которую он купил здесь в парке столиц и это башня милан правильно если я не ошибаюсь итак знакомьтесь это лазарес и для вас это будет просто мега полезно потому что лазарес профессиональный строитель отделочник он исправляет все ошибки и косяки за застройщика ну или не исправляет короче говоря он знает в ремонте толк поэтому сегодня с ним очень полезная беседа лазарес привет итак друзья сейчас будет видео обзор с жителями парка столиц подписывайтесь на канал жмите на колокольчик можете лайк сразу поставить ну а мы погнали дорогие зрители знакомьтесь это антон антон привет это антон мой друг товарищ и заодно еще и мы работаем практически вместе да он купил здесь квартиру антон первый вопрос чем у тебя подкупил этот жека на что ты повелся ты знаешь на самом деле я долго ходил выбирал вот и по большому счету просто зайдя в эту квартиру и понял что это мои ну здесь мне понравилось то что такая круговая скажем так застрой когда будет закрытый двор вот но наверное об этом я тогда не думал я думал только о том что здесь высокие потолки можно сделать второй этаж вот и прекрасный вид вот послушай но много есть жека в которых есть такой высокий потолок почему именно здесь то не знаю ты знаешь мне же всегда спонтанный выбор очень вот я зашел понял что моё говорю все и буклетов не смотрел рендеры не видел что здесь будет тебе все равно главное 6 метров потолок да да примерно такой окей я тебя понял ладно но тем не менее ты сидел в отделе продаж с тобой как-то наверное работали и что-то тебе обещали на самом деле я не сидел в отделе продаж я зашел один раз в квартиру сказал что я покупаю и ушел отлично это просто мечта а не не покупатель купили квартиру здесь мы еще до пандемии это начало двадцатого года плюс-минус наконец там даже девятнадцатого когда мы рассматривали думали о покупке квартиры вот и тогда этот жилой комплекс только-только застраивался и мы смотрели квартиру чего и таури у этого же застройщика там в принципе такие довольно интересное решение у меня он купила сестра квартиру и соответственно мы туда поехали посмотреть там же квартир не было и нам сказать что вот у нас есть квартире в парке столицы тогда еще наверно только-только котлован был может там начинали какие-то бетонные работы заливаться ну и чего вам показывали то нам ничего не показано показали крутой проект нам показали проект да проект прям где он будет что это но территориально московская счастье меня в принципе устраивает довольно хороший район как я считаю он новый застроенный то есть отсюда и все дальше там ближнюю сторону автовокзала все довольно хорошо инфраструктура развита школы и садики все-все вроде как есть вот повелись на уровень жилого комплекса так как изначально искали квартиру небольшой то есть стоимость на небольших квартирах 10-50 с небольшим квадратом глобальной разницы не имеет мы хотели прямо в какой-нибудь хорошем жилом комплексе ну то есть вы повелись самое главное на уровень жека как он называется бизнес плюс бизнес плюс а что такое как это объяснялось ну то есть что там это как раз супер красивая картинка или что там супер планировка в чем плюс это ну во первых для меня как для строителя была важна черновая отделка трудись изначально обещали то есть черновая отделка застройщика ты заходишь сразу делаешь отделку труте надо и нет вот этих вот лишних демонтажей сотни сотен тысяч выброшенных в непонятно куда вот и этот бизнес плюс я лично расценивал как допустим там у нас есть там несколько объектов в макаровском то есть вот есть макаровский а здесь типа лучше а вот так вы говорили что лучше будет да что как бы лондон это вот уровень как раз бизнес а здесь бизнес плюс здесь будет вот все прям кирпич звукоизоляция все дела вообще все все по уму лифт который на самом деле есть сервисный на котором будут ездить там рабочие будут какая-то мебель разгружаться очень удобно это очень правильно еще с точки зрения организации процент бизнес плюс это основное на что мы купились а чем это подкреплялась какими-то визуализациями или просто разговорами или это как-то написано прописано что чем это нет но это же все на самом деле это можно сказать что соблюдено условно то есть там тот же самый лифт да там заезд с паркинга что разгрузка через паркинг через специальный лифте это поднимается все это удобно отделка была в мопах прям красивейшая нарисована там прям там прям блатунные вставочки там панели декоративные штукатурки и частично она так есть но чуть все равно там видимо пандемия подкосила этот проект то что первоначально это был еще тогда вот до пандемии когда это все было когда все было в доступе когда не было такого огромного скачка там стоимости услуг именно в стройке потому что за эти два года они конечно выросли в два раза но мы и квартиру покупали по ценам еще девятнадцатого ладно это понятно все с этими проблемами столкнулись но так или иначе квартира приобретена вы счастливые обладатели поздравляю и вот вы сталкиваетесь так сказать с жизнью в этом комплексе во первых вопрос номер один то что получается в целом из комплекса устраивает это соответствует обещаниям как выглядит двор как выглядит мопы или может что-то не устраивает достаточно ли там парковок там не знаю что какое-то общее впечатление общее впечатление да в целом я скажу что наверно устраивает да есть много но но если целость на картину собрать то что изначально обещают и говорят и показывают на картинках но это в любом случае мы воспринимаем со своей точки зрения это же не объективной информации мы и там нам сказали что будет вот так вот так я для себя воспринял я так что мог у нас будут лучше что там ну что в что в целом будет дачу сейчас они получились чуть-чуть похуже чем ты себе представлял да наверно ну но в целом устраивают тоже получилось да меня устраивает жена маху это льется на мой поговорить жена плеется на мопы почему они довольны всем что там взял в плане ну это же ее тема это же там декоративные покрытия все что там наляпана намазано линии кривые не вставки покраска и так далее но это мелочь ты приобрел квартиру сразу получил ключи или нет нет я приобрел ее получается за год до того как она сдавалась и ключи получил только спустя наверное но около девяти месяцев прошло а ты получил в те сроки которые обещали и да да ты знаешь они не подвели по моему со сроками то есть они как примерно сказали может на месяц края не сдвинули сдачу но и принципиально самом деле в рамках года хорошо ты не смотрел что здесь будет но сейчас уже что-то появляется есть часть двора есть места общего пользования конкретно в твоем доме расскажи доволен ли ты этим то что ты видишь доволен ли ты подъездами по которым ты ходишь как тебе вот это вообще все в общем то мне все нравится на самом деле мне было надо подготовиться мне надо было походить сначала по этим подъездам и так далее так как я здесь ремонт не делают я здесь был но от силу может быть еще там раз пять вот связано это с тем что здесь устраняли замечания соответственно я сюда никакие практически материалы не завозил и мало ходил но в целом та инфраструктура которая здесь выстраивается она мне нравится здесь рядом есть сразу же магазин там жизнь март еще еще какие-то вещи то есть и даже приезжая сюда я могу спокойно зайти в кафешку пообедать вот в этом меня все устраивает то что касается отделки помещений санузлов и так далее то опять же здесь у меня никаких претензий нет то есть ну все на уровне надо сказать что опять же у меня нет не было никаких ожиданий не завышенных не заниженных вот и я просто пришел смотрю ну как бы все прикольно сделано у тебя здесь были какие-то проблемы ты хотел начать или по крайней мере думал начать делать ремонт почти год назад на конечно чего не начал проблема в том что здесь значит были замечания которые мы значит застройщиком под описание печания в квартире до в квартире именно то есть их нужно было соответственно устранять вот в частности это касалось фасадов ну и там мелких каких-то замечаний а типа тут подлить бетон тут еще что-то сделать вот мелкие замечания были устроены сразу же texto бетон где надо подлили еще что-то сделали вот замечания же крупные ну например у меня стекло разбито на фасаде потом назначится витражной вот его стекла тоже были исцарапаны вот они устранялись ну вот собственно по сей день устраняется вот там еще стекла до сих пор не по сей день это ты сказал 9 месяцев января примерно по вот октябрь сейчас пульса ноябрь 10 месяцев на 10 месяцев 10 месяцев устроились то есть фактически пока это не устранили к ремонту ты не можешь да потому что во первых сюда завозить материалы нельзя потому что у людей доступ есть в квартире да то есть до материала дорогие сам понимаешь могут просто банально своровать во вторых могут повредить ремонт вот то есть когда они таскают эти стеклопакеты там и так далее в любом случае ремонт можно победить поэтому собственно я не приступал потому что надо сначала получить точно уже ключи закрыть сменить замок а затем уже ну то есть одна сейчас одна основная проблема то что долго устраняли замечания замечания существенные это единственная претензия или есть еще какие-то недочеты с твоей точки зрения как покупателя который купил квартиру и вот что-то где-то тебе не понравилось ну например я просто фантазирую да но например а там проблемы с заездом машины там грузовой или там ключ не давали что-то там а вы квартиру не приняли поэтому мы вам ключ не отдаем но расскажи как есть давай начнем наверное вот с чего то есть здесь есть проблема в том что здесь вентиляционная система она не предусмотрена для того чтобы поставить вытяжку то есть можно ставить только вытяжку с угольным фильтром но это решается давай дальше пойдем то что касается значит заезда завоза материалов так далее у меня в принципе проблем каких-то не было ну кстати мы затаскивали получается на 25 этаж вот там за кадром лежит уголок огромный тяжелый вот его естественно пришлось затаскивать на 25 этаж потому что я буду делать здесь 2 перекрытие соответственно для второго этажа и завести это на лифте но не было возможности там были определенные сложности с этим то есть но тем не менее охрана их все решала то есть в общем то как бы ну час мы там подождали пока это все решится вот поэтому вот именно опыт общения там с охраной каких-то проблем и так далее у меня их пока нет поскольку я ремонт еще не начал ну это скажем так в любом жека да то есть который мы же занимаемся по сути ремонтами мы делаем с тобой дизайн проекта ремонта и так далее комплектуем мы прекрасно знаем что всегда возникают какие-то проблемы и все они в принципе но чаще всего решаем и вот в плане адекватности реагирования на ситуацию здесь все в порядке ну адекватно реагирует помогает далее так далее это такая история тоже который сейчас 10 секунд расскажу мы прям поднимаемся мы приезжаем сюда на приемку квартиры нас вызывают мы поднимаемся пешком потому что лифт не работает по задней вот этой лестнице которая была просто вся грязная там плитка все срапано уже мы идем 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 поднимаемся на какой-то этаж ничего не подписано дергаем за ручку ну с нами соответственно там представитель застройщика дергаем за ручку не та квартира пойдемте это это значит говорит 8 мы поднимаемся на 9 этаж он уже ключ засовывает открывает говорит а вот эта квартира мы так шаг вперед ну я и супруга заходили шаг вперед это не наша квартира и не точно ваша вот у меня ключи подписан да это не наша квартира но это сто процентов не наш квартир не да это ваш вы понимаете у нас будет черновая отделка это 100 процентов вообще не не может быть отношения у нас нет черновой отделки как смысле как такого не может быть мы покупали ну вся история вот это все мы идем в отдел продаж все это решаем находится да это договор соответственно да там черновая отделка должна быть стяжка должен быть перегородки самозлов из кипяча и все а по факту мы видим заштукатуренное все пространство соответственно без соблюдения геометрии там что за штукатурка непонятно что как то есть arrangements не совсем поднимаются чем делать потому что демонтирует Libra много сложнее чем за штукатурить это все добро и перегородка из по загребнем и их плит который меня конечно убило то есть в бизнесе перегородка из ну из реновации то есть и в современных ремонтах не используют это период и перегородки и материала для перегородок этот материал три года используется для реновации то есть когда там нужно быстренько возвести куда перегородок у старом ну-во вторички и и не надо будет штукатурить, не будет влажных процессов, то есть там даже если где-то там ламинат, вырезали, все, зашпаклевали, поклеили обои, то есть можно перегородку 10 квадратов за день произвести. Отличный материал, но для определенных целей, для бизнеса это не подходит. У нас кирпич, везде все в круг. Почему у нас перегородка не кирпичная, вот на это никто не смог ответить, так скажем. Я думаю, что большинство жильцов об этом не задумывается, но для меня, тем более, что это небольшая квартира, это критически важно было. Такой материал я не приемлю в своей квартире. Ты говорил, что ты заставил их все соскоблить, перегородки убрать. Долго это времени заняло вообще? Да, полгода. То есть у нас была полгода просрочка. То есть полгода вы принимали квартиру? Нет, полгода они просто демонтировали. Мы их особо не торопили, и они особо не торопились. Была проблема донести то, что у них изначально в проекте не было перегородок, и она отмечена пунктиром, а потом они во всех проектах встали, то есть, точнее, они не в проектах, они по факту встали, а в проектах их так и не было. И строители, подрядчики воспринимали пунктирную линию ограничения мокрых зон, как будто это перегородка, и долго спорили. Я говорю, ну, как бы, спорьте, спорьте, мне вообще бы занято, что перегородки не было. Тем более, что ПГП снести, ну, надо было там два часа, здесь одна перегородка, по факту. В общем, заняло полгода. Полгода просрочки, вот, которая по закону разрешена была для застройщика, плюс полгода мы принимали квартиру. То есть, через год, после того, как, да, в третьем квартале 2021 года должны были сдать, вот, буквально три недели назад. Три-четыре недели сейчас точно не могу сказать. То есть, прошел год, прежде чем вы сейчас можете сделать, начать делать ремонт? Да. Ну, я думаю, что сейчас зрители будут интересовать. Твоя экспертная оценка? Да. Вот я сразу сейчас целую кучу вопросов задам, а ты как сочтешь правильным на них ответить? Ответь. Что спрашивают? Что с окнами, какого качества? Что с откосами с подоконниками? Что с отопительными приборами? Какой уровень отделки? А стяжка? А штукатуренные стены? Вообще, можно заехать и жить в тот ремонт, который сделан здесь от застройщика? И, если сравнивать с другими, насколько этот уровень с ними соотносится? Ниже он, выше он? Ну, то есть, он соответствует бизнес-плюс или нет? Вот давай про отделку, про качество, с которым ты столкнулся как профессионал. Тогда давайте с внешних, да, вот этих факторов, что касается вот именно штукатурки, white box, я, в принципе, считаю, что если это ремонт за миллион-два, ну, косметика, то, конечно, с этой штукатуркой, скорее всего, можно было жить. И если где-то что-то треснет, то это отреставрировать, не такая уж глобальная проблема. Но когда в квартиру вкладывается 5-10 миллионов, это нецелесообразно. Сэкономить 50-100 тысяч, ради чего? Ради того, что потом на стене, которая там стоит, может быть, там 100 тысяч рублей, появилась трещина, и реставрация будет стоить 30. Как бы, ну, это нецелесообразно. Это не такие большие деньги, чтобы вообще снять это все. Но изначально, вот, я уже сказал, что купился на то, что этого изначально не будет, и все будет хорошо. То есть здесь не должно было быть ни электрики, ничего. Электрику мы точно все под замену. Ее даже рассматривать нет смысла. Всю сантехнику мы точно под замену. Но не всю сантехнику в этом случае, но то, что разводку именно. Вот. У нас плюсы есть приличные по инженерке, это по сантехнике именно. Это защита, система защиты от протечек, которая находится в коллекторном узле, и здесь будут располагаться датчики. Это огромный плюс. Это экономия места внутри квартиры. Плюс управляющая компания обещает, что здесь, ну, не обещают, она как бы говорит, да, я просто это не могу сейчас, конечно, проверить, что здесь будет очень чистая вода, которая там ультрафиолет, там куча стадий фильтрации, вот эта вся история. Это тоже огромный плюс. Соответственно, уже не нужны какие-то дополнительные фильтры для того, чтобы там принимать душ. То есть поставили на кухне, да, чтобы пить, там собрать мост, поставим фильтры, и все, и закрыт будет вопрос. Дальше сами трубы. Здесь у нас, по-моему, Panor, да, шитик. То есть это, ну, хорошие трубы, которые отвечают всем современным требованиям. К этому тоже никаких там претензий нет. Счетчики, соответственно, находятся в коллекторном узле на этаже. Это тоже огромный плюс. По электрике меня здесь ничего не интересует, как это все сделано, потому что это все сносится, и это все сносится, я думаю, все равно у 99% тех, по крайней мере, кто делает какой-то проект. Потому что те, кто матрас скинули и заехали, это, конечно, не будут там ничего переделывать или там перенесут две розеточки. Нормальная история, это косметический ремонт. Если мы про дизайнерские, там вот решения говорим, то здесь все равно все будет переделываться. Есть приложение, в котором фиксируются данные счетчиков по воде, данные счетчиков по электричеству, в котором я буквально неделю назад зарегстрировался. Мне, на самом деле, очень нравится. Я еще не сделал так, чтобы там можно было бы отчетить квитанции, но мне кажется, что... В общем, есть удобное приложение. Прямо удобное. И там вплоть до того, что если сюда... Здесь можно применить элемент умного дома, здесь стоит коннектор. Ну, вот с этим я еще не разбирался, но в любом случае, там можно все в приложение внедрить и прямо с телефона, с приложения выключать, вплоть до того, что свет, электроэнергию в квартире, контролировать, систему защиты от протечек, включить, отключить. Это огромный плюс. Это то, что мы делаем сегодня в современных ремонтах, но это стоит там сотни тысяч, а здесь оно уже есть. Ну, это плюс, получается. Огромный. Ну, вернем... Мы про плюсы поговорим. Сейчас про качество все-таки. Давай так. Окна устраивают или вообще подснос надо менять? Нет. Окна... Здесь топовые окна. Это лучшие вообще окна, которые, в принципе, даже... Это, по-моему, это мировой лидер. Шука. Шука. Да, Шука. То есть здесь на окнах стоит Шука? Да. Супер. Откосы... Причем с хорошим профилем, то есть не самым даже простым, насколько я помню. Откосы, подоконники, стоит ли разбирать, утеплять, что-то переделывать? Откосы, подоконники, то, что всегда стоит разбирать и переделывать. Здесь у застройщика тоже как бы... Нет, это не здесь. Это мой подход. Я бы... Вопрос, кто за это несет ответственность? Если вы, опять же, дело готовое, потом в течение пяти лет застройщик дает гарантию на откос, на подоконники, два дня. Да, мы поняли. Полгода он демонтаж делал. Полгода ждать, как я делаю этот откос. Ну, да. То есть у меня есть товарищ, который там судился полтора года по поводу того, что откосов там с Атом-Су-Комплексом, если не ошибаюсь, что там они судили, все, они там переделали, они возместили сумму. Готовы к этому? Вопросов нет. Но как бы переделать откос в 15 тысяч рублей и судиться полтора года? Нет, а это для тебя просто, потому что ты строитель, понимаешь? А люди, с которыми с этим не сталкиваются, не очень просто. Им на самом деле проще, им надо просто заказать. А мне надо это самому сделать. Это же все. Это все, что дома, это лишь вне строительства. Штукатурка, если ее оставлять, качество приемлемое или нет? Штукатурка стен. Не могу сказать. То есть я не считаю, что, не считаю нормальным ее в принципе оставлять, потому что у меня здесь глобально проблем никаких не было, чтобы отслоений и ложились стены. То есть штукатурка не отпадывает, как в некоторых ЖК? Ну, они сами ее снимали. Я не могу прям декларировать, что это не отпадывает. Но так вот. Что со стяжкой? Со стяжкой вопрос намного проще решается. То есть здесь визуально никаких проблем нет. Но даже если они есть, это можно решить за вообще небольшие деньги усилением. То есть есть специальные пропитки, которые усиливают стяжку. Демонтаж стяжки, он обоснован только тогда, когда у нас там куча инженерной коммуникации, электрика, сантехника по полу. Мы это все укладываем и заново заливаем пирог там с учетом звукоизоляции и прочего. Здесь у нас там есть пененный полиэтилен. Конечно, как звукоизоляция, это можно сказать, что минимальный уровень для такого жилого комплекса. Но хотя бы это есть, это уже довольно неплохо. Если сравнивать этот жилой комплекс по уровню отделки и, например, упомянутый тобой Макаровский, то где выше уровень по сдаче внутренней отделки? Вот то, что мы сейчас видим вот в таком состоянии, и когда мы до такого же состояния доводим Макаровский, это плюс-минус то же самое. Материалы использованы, плюс-минус те же самые. То есть тот же кирпич, тот же шитый полиэтилен, те же водные кабели. Сдают не так, сдают в отделке, типа white box. Вот если их сравнивать... Ну, если сравнивать перегородки с ПГП и перегородки кирпичные, которые есть там в Макаровском или где-то еще, то, конечно, кирпич. То есть без вопросов. ПГП, единственный плюс, что ее снести, надо потратить два часа, а кирпич сносить надо два дня. Понятно, ну и мусора там немножко побольше получается. Что ты можешь отметить в качестве вот прям классных плюсов здесь в комплексе? Чем ты доволен? Пока я прямо доволен, я еще не разобрался, но сильно доволен первичными вот ощущениями от приложения. Вот то, что я уже перечислил, то есть систему защиты от протечек, это вот элементы умного дома, которые можно подключить и прочее. То есть это прямо круто, это современно. Ну и приточная вентиляция тоже, которая, да, сейчас уже много ее где делают, но все-таки это круто. У нас Екатеринбург этим сильно выделяется. Вот сейчас ребята приезжали там на выставку со всей России и говорят, да ладно, приточка от застройщика, а мы там 2 миллиона тратим. На балконах где-то устанавливаем, ставим вот эти машины, а здесь она есть. Пусть не такая автономная, то есть управляем не мы ей, но так или иначе это плюс. Причем директор управления компании сказал, что кондиционер даже можете пока не ставить, посмотрите, потому что она охлаждаемая летом и подогреваемая зимой. То есть подогреваемая зимой она всегда и у всех, охлаждаемая летом. Вот здесь вот я, честно говоря, не могу очень сказать, мне кажется, что это не всегда и у всех. Они ее поддерживают в 21 градусе, если это будет соответствовать, как бы даже когда здесь заселится полностью комплекс, это очень круто. Чем ты прямо сильно доволен, а чем ты прямо сильно недоволен? Доволен, наверное, тем, как сейчас уже выглядит часть двора, то есть там симпатичненько все, опять же, я ничего не ожидал, поэтому классно смотрится. Я очень доволен тем, что у меня все-таки будет второй этаж здесь, это как бы классно. Мне безумно нравится вид, который отсюда открывается, и то, как сделаны витражи, вот этот загиб витража, он прям, ну, то, что я хотел. Чем не доволен? Ну, реакция, наверное, все-таки на какие-то замечания. Вот, в частности, были проблемы такие, что есть люди, которые назначены на то, чтобы устранить замечания, то есть они должны общаться с клиентами. Иногда до них было не дозвониться, не дописаться, то есть мне приходилось сюда просто приезжать для того, чтобы вот этот вопрос решить. Но, тем не менее, все-таки, в защиту их скажу, что у них действительно, я понимаю, как у любой компании, тем более в текущей ситуации, много проблем, много подрядчиков, которые просто там теряются, пропадают и так далее, так как я сам в строительной сфере работаю, я прекрасно это понимаю. И они доделывают все-таки свои вопросы, дорешивают и так далее. И если бы у меня, например, было негде жить, то для меня была большая бы проблема, что мне нужно ремонт делать, а вы там ничего не делаете. Но так как, слава богу, у меня есть здесь жить, соответственно, я так на это сквозь пальцы немножко смотрю. Но, в целом, для других людей это могла бы быть очень критичная ситуация, я так думаю. Это все, что ты можешь сказать или можешь что-то добавить еще? Еще хотел обозначить один вопрос. Значит, у меня тут такая ситуация произошла, я как-то прихожу домой, ну, сюда в квартиру и, значит, чувствую какой-то запах неприятный. Подхожу, собственно, вот к унитазу, а там, извините, нагажено. Ну, нагажено, как бы и так плохо очень смыто. Здесь стоит, естественно, огонь дикая. Я сразу же все это дело фотографирую, отправляю, значит, в управляющую компанию. Управляющая компания говорит, да, конечно, сейчас мы все сделаем, сразу же клининг и так далее. В итоге я уезжаю на месяц примерно, у меня месяца нет. Через месяц я приезжаю, захожу, и здесь точно такая же вонь. Я, естественно, спускаюсь уже с самую управляющую компанию, говорю, ну, что за ситуация, почему, как бы. Мне внятного ответа никакого не дали, но, естественно, в этот же день, слава богу, они там все помыли, почистили, сделали клининг и пообещали заменить стульчат. Скорее всего, уже, кстати, его заменили. Это, наверное, просто вопрос к тому, что, да, есть какие-то вот такие косяки, конечно же, не хотелось бы, чтобы кто-то без твоего ведома в твою квартиру приходил, извините, там делать какие-то гадости. Поэтому здесь, наверное, вопрос к управляющим, чтобы они просто следили за этим и ключи, ну, у строителей вовремя забирали, чтобы такие ситуации просто не повторялись. Ну, я думаю, что если в комментариях вы, дорогие зрители, будете писать и задавать вопросы Антону, то Антон сможет на них ответить. Ты же сможешь на них ответить? Конечно. Отлично. Поэтому, ребята, все в комментарии. Кому интересно узнать подробности об этом ЖК, может быть, какие-то точечные вопросы о чем-то конкретном, вот Антон, пожалуйста, житель будущего этого комплекса сможет ответить. Последний вопрос. Да. Какие минусы тогда? Что тебе прямо вообще не понравилось? На что стоит обратить внимание будущим покупателям? Мне вообще сама идея вот этого комплекса, который там в круг закрытый и галерея их соединяет, она, конечно, звучит классно, но когда у меня нету входа в свой подъезд, в свою секцию, я захожу через Лондон, прохожу через галерею и поднимаюсь, мне это уже не очень нравится. А в будущем нельзя будет сразу же сюда, в Милан, заходить? Насколько я понимаю, нет, там даже нету никакого входа. То есть это, конечно, с одной стороны плюс, когда фильтрация, что здесь меньше будет людей, да, не будет там с улицы. Ну, хотя не знаю, кто здесь так, и туда тоже кто будет заходить, непонятно. Вот. Но через парковку можно. Парковочное место на сегодняшний день мы не... На сегодняшний день, тогда мы не приобретали, на сегодняшний день, когда мы там пошли и готовы были за любые деньги купить, увидели цену там в 2,400, мы поняли, что нет, не за любые деньги, не за любые деньги, да, мы там рассчитывали хотя бы в два раза меньше. Вот. Но пока, да, парковку не приобрели, и пока это сложность. То есть, получается, если ты с сумками приходишь, тебе нужно зайти в Лондон, подняться на второй этаж, через галерею пройти, сесть на лифт и сюда. Да. Если прямо с улицы, да, то пока я ни другого пути не на что. Ну, либо, либо выкладывай 2,400, да, и с парковки сразу поднимайся. Ну, возможно, здесь, ну, невозможно, здесь по-любому, наверное, можно будет заехать даже просто на такси в парковку, по звонку, там, выписать пропуск, заехать, я думаю, что как в любом жилом комплексе, разгрузиться там и выехать. Ну, опять же, если на своем машине заехать, разгрузиться, выехать. Выйти, вывести. Да, потом же надо это все, еще чтобы люди, чтобы это еще место было свободно. Так, хорошо, а какие еще есть минусы, которыми ты недоволен? Ну, я недоволен, вот, изначально то, что был план такой, что здесь будет черновая отделка, потом ее переиграли в удешевление. То есть, вообще сильно от того, что когда мы покупали, мы покупали или первые, или вторые, видимо, ну, судя по тому, что нам говорят, что таких договоров с черновой отделкой в принципе только один, а раньше это была концепция самого дома, то я, конечно, этим сильно недоволен. Могли бы уже сделать так, как планировали изначально, и тогда у них было, да, чуть больше шума на первых парах для соседей, но в любом случае качество, которое делают уже там дизайнеры со строителями, в связке, оно будет лучше, чем делает застройщик, подразумевая, что здесь будет там вот так-то кухонная гарнитура, вот так-то, то-то, это все равно будет все, та же электрика, та же сантехника, демонтироваться, сломаться. Вот сейчас ты на все на это посмотрел, вот как все это выглядит, и если бы у тебя была возможность поменять на какой-то другой жилой комплекс, ты бы поменял или остался бы здесь? Смотря на какой комплекс. Ну, на любой. Жалеешь ты, что купил здесь квартиру или не жалеешь? Или ты при любых раскладах остаешься здесь, все классно, несмотря на какие-то недочеты, которые устраняются, возможно, возможно, нет. Поменял или нет? Нет, не поменял бы. Вот на сегодняшний день у меня есть жилой комплекс, который я хотел бы переехать, ну, лучше, чем здесь, но эту квартиру я как бы не готов менять, потому что никаких глобально замечаний, из-за которых здесь невозможно было бы жить или мой уровень комфорта был бы там не тот, который я подразумевал, нет. Вот мне надо все зачистить, надо все снести, это все сделал застройщик за свой счет. Все прибрали, более-менее, все по-человечески, то есть сейчас уже за мной ремонт, я смогу точно здесь сделать при этих водных, при хорошей входной двери и крутых окнах, я смогу сделать классный ремонт. И все, что вне, оно меня тоже как бы устраивает. Осталось выяснить, какой жилой комплекс, на который бы ты купился, это какой? Это Александровский сад. Вот там мы делаем два проекта, и мне там прям очень нравится. Ну и там территориально, то есть мне здесь тоже устраивает, но там мне роднее, потому что это вот, я там вырос, можно сказать, я там учился всю жизнь, и такой квадрат более для меня интересный. И то, что там рядом все будет застраиваться, не застраиваться, а облагораживаться, да, вот это вот набережная, там ледовую арену строят, это, конечно, такой плюс. Я думаю, что нет, однозначно. Объясню, почему. У меня недалеко здесь офис находится, мне, в принципе, этот район, он нравится, я понимаю, что здесь в дальнейшем будет тоже хорошая застройка, то есть он недалеко от центра. Если рассматривать другие варианты, которые сейчас там есть на рынке, возможно, я бы нашел что-то, то, что мне больше понравилось. Но так как ты видишь, я точечно выбираю, пришел, купил, все, ушел, то я даже не заморачиваюсь с этим. Для меня обычно вот именно первый, как бы такой выбор, он самый объективный, и я не ищу, потом не смотрю, не думаю, а, сделали я что-то не так. Как бы время показало сейчас, что я сделал правильно, чтобы купил ее тогда. Ну, в силу того, что банально даже сейчас я... Это мы уже про экономику начинаем говорить, это кто угадал, кто не угадал, это как бы мы за кадром оставим, а просто речь идет о том, насколько ЖК Парк Столиц удобен, устраивает, комфортный, не обманули ли надежды твои? Ну, так как у тебя не было никаких ожиданий, это видимо нет. Я бы, наверное, даже так вот здесь сказал, что они в какой-то мере, может быть, и превзошли мои ожидания, да, потому что, так как их не было, то, соответственно, мы все время к этому будем возвращаться. Вот. Нет, мне все действительно здесь нравится, я считаю, что это достойный ЖК за свои деньги, за то, сколько стоит, то есть, я считаю, что стоит брать. Ладно, ребята, когда он сделает здесь ремонт, поживет полгодика, я с ним еще поговорю. Спасибо тебе. Спасибо. Давай. Друзья, пишите комментарии, там внизу, задавайте вопросы, задавайте вопросы Лазаресу. Еще раз напомню, он профессиональный строитель, отделочник, и он превращает любую квартиру, какая бы она убитая не была, в конфетку, а, соответственно, он, наверное, нам ответит на вопросы. Ответишь? Конечно. Все, договорились. Друзья, пишите, он будет отвечать, ну, или я буду у него спрашивать и за него писать ответы на ваши вопросы. На этом все, всем спасибо, всем пока, живите в красивых, качественных ремонтах. Субтитры подогнал «Симон»!